Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады вас видеть на нашем празднике. У нас сегодня действительно настоящий праздник. Это день рождения нашего литературного клуба «Озарение». Нам сегодня 10 лет. Честно говоря, как сказать, 10 лет – это много или мало? Ну, наверное, с одной стороны, в масштабах цивилизации это очень мало. Но в масштабах одной человеческой жизни 10 лет – это очень много. И в масштабах нашего университета это тоже очень много. Потому что за это время пришли в наш университет и ушли, и закончили уже очень многие студенты, которые продолжают, тем не менее, приходить к нашу литературный клуб. На самом деле сегодня мы отмечаем десятилетие такой активной деятельности, творческой деятельности нашего клуба. А идея создания какой-то такой организации, в которой объединяла бы творчески одаренную молодежь нашего Роза, зародилась гораздо раньше. И у истоков этой идеи стояли Наталья Евгеньевна Червякова, Алла Кирилловна Безуглая, которые работали в отделе художественной литературы на тот момент. К книгу стали приходить читатели, которые интересовались поэзией. И вот тогда возникла идея собрать эту молодежь и попробовать с ними просто проводить какие-то такие маленькие литературные встречи. Сначала встречи проходили один раз в квартал, после этого один раз в месяц. Но вот в течение времени, уже последние 10 лет, наши встречи проходят два раза в месяц. Потому что оказалось очень мало людям, которые нашли друг друга, оказалось очень мало видеться так редко. Литературный клуб – это не только, ну вот просто это не только, да, какая-то общность целая. Литературный клуб – это люди, прежде всего, которые стоят за этим словом. Эти люди, каждый из которых личность, каждый из которых неповторим. Мы все, мы каждого из наших участников очень любим, все приходили к нам в разное время. Но каждый из них дорог нам. И уйдя, когда мы видим, что люди возвращаются к нам снова и снова, мы очень им рады. И я хотела сказать вам сейчас, что я принесла с собой, к сожалению, у нас нет презентаций, я принесла с собой вот такой альбом, как отчет о нашем творчестве. Если кто-то хочет посмотреть, может я его отпущу в порядок потом, да? С колоночным. Такое слово. Распахивать какую-то дверь в такой чудесный мир поэзии. Тем не менее, придется это сделать, поскольку уже вызвали сюда еще и первые. Сегодня уже взяли у меня интервью, так случайно, очень сложно было подобрать слова, потому что всегда волнуешься в такие дни, особенно, когда видишь столько знакомых людей, с которыми всегда очень приятно увидеться. В любую погоду, при любом настроении пришло, да, озарение сегодня, и прям вот ахмад, то есть сколько знакомых людей, сколько четных душевых друзей. Очень приятно, что вас сегодня такой повод свел вместе. Ну и теперь немножечко той самой поэзии, сколько будет в угле улиц минут, что станут в сердце камни, когда шатаясь и сутулясь, мы станем прошлым, дымным, давным, себя вплетая между строчек, Уснув на этой паутине, Я знаю, мой неровный почерк В тебе молчание застынет. Ваша родника, которая тоже сегодня будет выступать, сказала почему-то, что этот стих гигантарный, да, то есть очень многие его знают, но о Зарине я очень часто не читала, но и в преддверии зеннего сезона тоже будет актуально. Когда зима наступит грозно, На обеченный лист березы, Когда ты дною возненавидишь Неровных граф календаря, Готова я все разом бросить, Бежать к тебе, спасая осень, Ты только сам скажи об этом Словам не плоские даря, Из плоских даже ряд за рядом, Соружу фасон наряда И разукрашу в рыжей охрах, И гордо осенью вручу Свердок и слов, Прощай на тихих, Узором в нем не разбери их, А ну, знаю, точно не промокнет, Пока дохлюпает к врачу. Хотя лекарства вряд ли кстати, И книжек ей не дали стать, И зима коварная, Играя за пороши, Заснежит все. Но ты зови, Пусть время словно зимой немеет, Я дословно твои молитвы повторяю, И знаю, Бог тебя спасет. Ты приходишь ко мне, Когда ночью заливает чернилое небо, Будто сотком из света густого И ветра горячего. Я не верила в чудо, Но сердце бывает так слепо, Что иллюзии прыгают в небо Игривыми мячиками. Ты приходишь, И нет ничего, Что пока не сбывается Наш заезженный сон, В унисон мы вдыхаем в октябрь. Знаю тоже, Точно ты тоже смотрел его На ночь по пятницам, Или просто рекламу плакатную Видел хотя бы. Ты приходишь, И свет застывает в секунде От истины, Закрывая от вьюги И стуков хранилища прошлого, Но помятая сны не главным Разбросом списом. Ты приходишь, И хочется верить В победу хорошего. Ты приходишь, И свет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И ловли заводных мышей. Она еще совсем не кошка, А чума, тихо, у окошка, С утра каракулась по ножке, А сейчас с улыбкой мирно спит. Она еще совсем ребенок, Милая, гнивая, олененок, Мой мир и родной котенок. Ей скука вовсе не грозит, По жизни будет грозным зверем, И будут открываться двери, Словам же ее будут верить Пантера мира и страстей. Пока что спит моя крошка, Ты ведь котенок, а не кошка, Ты для меня ребенок, дочка. Я принесла тебе зластей. Снігова королева, Грай мені на прозорій гитарі, Моя снігова королева. Ты сьогодні точно в ударі, Ты сьогодні точно без мене. Грай на струнах душі мої, Грай моими словами, Я погорно пьяный тобою І твоими бальками. Грай мені на своїй гитарі, Сніжна королева, Ты сьогодні не наче щаслива, А більше вже й не треба. Ти не наче пьяна, Ти не наче скажена, А я плавлюсь в твоих руках. Грай моя королева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, аПЛОДИСМЕНТЫ В ХОРОВОДИСМЕНТЫ В ХОРОВОДИСМЕНТЫ В ХОРОВОДИСМЕНТЫ В КРЕСЛЕ НЕБО КАЧАЛИТСМЕНТЫ МАМА 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 і дочка, вода і камень, Зачем ми встретилися з тобою? Я ставлю в точки, Ты тушиш пламя, Я мечтаю стати, Как ти водою. Я мечтаю стачити Свої углы, Я мечтаю стати гибче і мягче. Я пытаюсь, Но камень внутри не проявляет себя иначе. И я продолжаю посвящаться водой, В которую уходят мои камни. Даже самые крепкие, Под гладью голубой, А она остаётся при этом собой. Мне так не выиграет ни один бой, Ведь как ни упирайся, Всё тонет под водой. Мама і дочка, вода і камень, Зачем ми встретилися з тобою? Я ставлю в точки, Ты тушиш пламя, Я мечтаю стати, Как ти водою. І так странно, Услышать, що вода, Уступає другим, Себя теряється му, І попадає в жизненнюю драму, Мечтаю бути немного камнем. Мама і дочка, вода і камень, Затем ми встретилися з тобою, Чтоб розширять уголочки Своїх сознань, І не теряться в природі чужого. Я розбираю свої мысли, Я задаю себе вопросы, Которые передо мной повисли угрозы, Перед дальнейшим ростом, Кто я, і чого я хочу, Соответствовать чим-то желаниям, Добиться чього до признання, І чим я за це плачу. Жить все идет своими уходами, А я все пытаюсь творить чудеса, Разбить наконец-то свои оковы, І стать чуть ближе к небесам. Но знать бы, Пункт назначения, Куда мне нужно прийти, І що на моєму пути Ще требує решенье. Я пишу песню в четыре аккорда, Моя істина в простоте, Я заявляю об этом рассуде, Но подчиняюсь мненьям извне. А хто із них знає, Как должно быть, І как хорошо моей душе, Но почему-то снова і снова Я подгоняю себя под греши. Какая может быть речь о свободе, Или о том, что вытворить чудо, Если вместо зова природы На меня так влияют люди. Но что это, очередная война, Против каких-то границ, Взятых у третьих лиц, Но ведь я приняла их сама. Я сама себе цепи надела, Сковала оковами личности, И с каждым годом Все тяжелело, И становится все труднее идти. В истерике я вспоминаю, Кто я, зачем пришла, И чего хочу. Но боюсь раскрыться, Боюсь быть собою, Боюсь, что меня заберут к врачу. Следующая участница, Анна Леборских, Представит вам поэтический акварель. Грозное небо, Такое огромное небо, Куча звезд. Но небо паспортное, Звезд не видно. Поэтому человек смотрит туда И говорит, ну не видно, значит нет. Вот он год смотрит, два нет. И он привыкает к тому, что звезд нет, И потом это становится для него нормой. Вот что-то подобное, наверное, Сейчас происходит с культурой. Люди смотрят на нету, А оно пасмурное, А они думают, что звезд нет. Вот. И ощущение такое, что культуры нет, Потому что ее не видно. Вот студия ваша, Она замечательная тем, Что она не просто существует, Ее видно. То есть ее свет доходит До тех людей, Которые все-таки иногда Поднимают голову, Пытаются там просмотреть, Вообще там что-то светит, В принципе, или нет. Или оно действительно там все теплое. Светит. Светит, оно есть, И оно доходит, И свет идет, И дай Бог, чтобы он шел дальше Еще много лет, И чтобы люди его видели. Вот. Но для тех, Кто пытается посмотреть вверх, Вот, наверное, Одна из основных задач сейчас, Это не просто там зажечь новую звезду, Их там, Вот. А вот тучи поразгонять. То есть, Вот это, наверное, Сейчас гораздо важнее, Потому что туч много, И они такие все агрессивные. Вот. Поэтому больше, наверное, Все-таки надо порохнуть Парастическим небом. Ну, а то, Что звезды есть, И они существуют, Никуда не едутся. Я думаю, Что вот вы уже точно можете В этом не сомневаться. Вот. А по поводу студии, Что еще? Почему частый гость? Я иногда сюда привожу Молодых авторов. Вот созрел человек, Уже хочет на сцену, Уже вот есть с чем все, Да и безнадеки. То есть, опять же, Я поднял голову, Звезды не видно. Я говорю, Есть в Харькаре Как минимум одно место, Где нужно быстро почитать стихи, И привожу их сюда. Вот человек пять уже привел, Еще парочка нам подходит. Вот. Так что, В принципе, Действительно, Очень приятно, Что такое место в городе существует. Их много таких мест, Мы не обо всех знаем, Но вот об этом мы знаем точно, Здорово, Что уже 10 лет. Спасибо. Ну и несколько своих стихов. Мне подарили певчего щедла. Я сразу знал, Что мы не уживемся. Хотел вообще не брать, Но согласился. В конце концов, Подарок от души. И певчих птиц Не каждый день мне дарят. Эстетик опять-таки, Не дядя. Короче, взял. Наверное, не жил. Он прожил у меня 4 дня. Пел по утрам, Когда вставало солнце. Наверное, Оно его будило. Вот только встанет, Он заводит песню. Будильник стал не нужен. Первый шаг Ухода от цивилизации. На третий день Я выбросил свой плеер. И суть не в том, Что мне щедла хватало. Я просто понял, Плеер мне не нужен. Вопрос, Зачем, Уже не возникал. Зато возникло смутное желание Очистить крылья. Образно, конечно. В четвертый день Я испытал прозрение. В то утро было пасмурно. И солнце взошло, конечно, Но за сводом туч Его никто не видел. Вроде мелочи. И вот щегол В то утро и запел. Я больше часа на него смотрел, Пытаясь приехать В суть его природы. Выходит, Если он не видит солнца, Так значит, Солнца для него и нет. А как же там Природные инстинкты, Финентика, Рефлексы и т.д. Вот человек вот так Не видит солнца, И все, И выходит на работу. И все вопросы Кожьему светил. Так нет же. Встал и чешешь в этот офис. И все равно, Чего там в небе светит. Или не светит, Собственно, неважно. Вот тут я и прозрел, Что я проспал. Путильника три дня Так в доме нету. Щеглом шел, А он не пил сегодня. А у меня Чего? Это квартал. Я выпустил щегла. Ушел с работы. Почистил крылья. Вот теперь сижу и думаю, А что я вижу в небе, Когда оно покрыто облаками? И что там есть вообще На самом деле? И почему, Чтоб петь, Нам надо солнце, А просто так, Без солнца, Не сумею? А новый билейер Так и не купил. Вкусивший от соблазна Хоть однажды, Уже принять не сможет. Суррогат. Ты убьешь меня, брат мой. Смотри-ка, Луна убывает. Нет, не думай к этому. Просто какая-то грусть. Знаешь, так повелось, Что однажды меня убивают. Слишком дорого я в этом мире Другим обхожусь. То ору, что не тем, Кому надо, Стоят обелиски, То начну сомневаться, Законно ли это печать. И меня убивают Руками кого-то из близких. Так надежно. И в символ удобно Потом превращать. И чтоб не было После весьма неудобных вопросов, Мой же враг Мне потом на могилу цветы принесет. В этот раз будешь ты. Это старый, проверенный способ. И откуда я знаю, Я спрашиваю. Знаю. И все. Что-то я засиделся. Опять затекла моя шея. Вот и солнце восходит. Предвестник грядущего дня. Мы нужны в этом мире Как символ греха и прощения. Так что ты не подумай. Я знаю, ты любишь меня. И не важно, где будет моя в этом мире могила. И не важно, оружие, Линтовка или камень. Прощу. Ты убьешь меня, братан. Однажды уже это было. Ты убьешь меня снова. И я тебя снова прощу. Еще одно стихотворение из цикла «Инквизитор». Ну, вот сидит некий товарищ, Который вот уже созрел, Дозрел до того состояния, Когда он уже беспристрастно Может взять на себя право судить других. Ну, почему? Потому что демолюционер. Потому что там не первую жизнь живет. Но у него же тоже там мозги, мысли, чувства, эмоции. Он все равно сомневается, все равно раздумывает. Ну, периодически возникают какие-то проблемные ситуации. Вот «Инквизитор» — это как раз персонаж, Который берет на себя право Пытаться судить других. Ну, к чему это ему дается, это другой вопрос. Вот из этого цикла есть стихотворение «Библия Вульгата». В четвертом веке была выпущена Так называемая общепринятая Библия. После развала Римской империи Латынь вообще мало кто в Западной Европе знал. А Библия была написана на латыни. И вот, чтобы популяризировать Библию И, соответственно, христианство, Нужно было какой-то, ну, какой-то литературный источник. А вот, а на латыни читать народ не может. Поэтому цикловники сказали «Давайте его прости». Вот на каком языке простолюдины говорят, Вот на том языке давайте мы Библию сделаем. Вот так появилась версия Библии, Общепринятая Библия, Библия Вульгата, Собственно говоря, начало заката классической латыни. Стих, на самом деле, про сегодняшний день. «Меня сожгли, и не такое видели, И жизнь моя висит на волоске, Я усомнился в истинности Библии, Написанной на странном языке. Да, я ценю старания и усилия Всех посвятивших множество труда Крестьянам, не читающим Виргилия, Но верующим. Так выходит, да. Мне говорят, не нами, мол, намечены пути Господни, Важно, чтоб дошло. Так значит, можно? Сленгом, просторечием, И это никакое там не зло. Да, я ценю и мудрость, и старание Всех тех, кто к Божьей в истину несет. Куда вы дели знаки препинания? Что значит сложный словооборот? Язык река. И на любой излучине он ищет лишь доступные пути. Ну, грамоте крестьяне не обучат. Так обучите, Господи, прости. Я понимаю сложность с оборотами, Но слово остается на века. Да вы еще разбавьте анекдотами. Вот тут меня и взяли за бока. Меня сожгут. Теперь уже не вывернусь. Поговорить хотелось бы. Но с кем? И небо отозвалось. Санта Спиридус. На чистом, невульгарном языке. Ну, это вот тоже, как иногда говорят, на позитиве. Опять покидаю дом, не смазав дверные петли. У солнца прошу опять свой посох посеребрить. Раскладывая пасьян, с недумой, сойдется, нет ли. Раскладывай и пускай, что будет тому быть. Раздумья о том, что есть единственная нагрузка. Тащить на себе вчера никто тебя не просил. Я знаю, что поворот ничем не сложнее спуска. А новый пейзаж вдали добавит и новых сил. От плама избавить жизни сложнее, чем от привычек. Порой не грех спросить, а что мы в себе несем? В моем рюкзаке лежат четыре коротких спичек. Бутылка вина друзьям. И четвертый коротких спичек. Кружит, кружит ветер и еждь. Звездят письмом. Хочешь, дужи, и когда ты не мечтешь. Читая на картах Памятки летом, где мои корабли. Ты знаешь, что не вернуться, а не вернуть тебе. Глубого океана и недоставки водная хаян. Я болен и пьян, но даже такое вспоминаю тебя. И все дороги завтра затонут в моих окружающих сторон. А нам на результате зимит в твоих силах пустых. Глубого какая-то там. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок